Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 18 сентября, у нас 13 занятие. Практически что, пятница 13? Почему? Потому что 18 сентября сегодня будет лунное затмение. И все астрологи очень интересно об этом рассказывают. И говорят аккуратно, осторожно, коридор затмения и всё остальное. Почему всё так происходит? Потому что, да, действительно, 4 раза в год у нас случается затмение. И они нам нужны для того, чтобы какие-то итоги подытожить. Тем более у нас 4 сезона. И каждый день мы делаем выбор. Нам дали разум 15 миллионов лет назад. Так что, как-то так. Завтра у меня, 19 сентября, мой день рождения. Я зайду в астрал-соляр. Настраивала сейчас съёмочное оборудование. Не знаю, минут 30 я всё двигала. Моя дева была недовольна. Но в оконцовке окей. Итак, начинаем 13 занятие. И мы будем говорить о цикличности эволюции. Камень, ножницы, бумага. Выбрала я такой подзаголовок. Почему? Потому что, вы знаете, я люблю говорить мыло-мочало. Начинаем всё сначала. И вот здесь на заставке я изобразила условную вселенную. Условная синяя матрёшка ей соответствует, она побольше. То есть у неё свои циклы, свои эпохи, свои века, свои годы, свои месяцы и дни. И, соответственно, свои овны, свои рыбы, да, свои... Ой, нет, сейчас я вас опять запутаю. Так, это вычеркнули. Забыли. А далее у нас красненькая матрёшка. Оно же яйцо, да? Есть такой вопрос. Что было сначала? Курица или яйцо? Ну вот, соответственно, красное. И оно прям находится под солнышком. Солнце – это наша солнечная система. Занятие номер 12. У нас как раз было солнце. И я есмь, человек. Потому что вся солнечная система работает над нами людьми. Мы являемся венцом мироздания. И мы должны об этом вспомнить. Чтобы мы не бегали, как белка в колесе. Мыло мочало, начинаем всё сначала. Завтрак, обед, ужин. Да? Что купить? Где заработать? Что съесть? С кем потрахаться? Нет. И дальше вот такое серенькое, самое маленькое. Это планета Земля. Вот видите, луна тоже серенькая. Над этим существом. Так, мы говорим о том, что яйцо, да? Практически можно сказать, что это идеальная форма после круга. Овал. Потому что у него есть более, скажем, часть тупая и более острая. Устремление. А что в нём есть ещё? В нём есть ядро. Ядро, как мы говорим, монада божественная, которое есть и в сердце Вселенной, в сердце Солнца, в сердце Солнечной системы является Солнце. В сердце Матушки Земли, который мы должны посылать всегда тоже любовь и быть каналом между Солнцем, через позвоночник человека, энергия осознанная, разум, ум именно солнечный. И пропускаем энергии в сердце Матушки Земли, благодарим её и учимся у природы. Потому что представителем Вселенной на планете Земля является именно природа. Соответственно, у нас есть законы, что наверху, то и внизу. Те законы, которые существуют во Вселенной, они уменьшаются, скажем, в своей вибрации, да, конденсируются, становятся более плотными в Солнечной системе и ещё более плотными на планете Земля. Соответственно, законы – это и есть Творец, это и есть Создатель, Иерархия Света. В нашем российском православной культуре это называется Иисус Христос, так, Спасатель. Почему? Потому что это великий учитель, логос Солнечной системы, который в своё время пришёл на планету Земля, чтобы рассказать, объяснить и дать землянам для новой эпохи законы более в очищенной форме, после Тельцовых, после Овновских, но, как мы видим, наша пятая раса, пятая эпоха, пятая подраса. Мы в Овновских энергиях, марсианских, зависли, и только единицы людей живут по законам эпохи рыб, по законам Иисуса. Соответственно, есть у нас, если Иерархия Света, также у нас существует Иерархия Тьмы, и, по сути, это наши тренажёры, это наши лучшие друзья, которые прокачивают нас. И за каждым человеком есть выбор, что он выбирает. Для этого 15 миллионов лет назад нам дали разум. И через противостояние во тьме люди закаляются, как сталь, из искры возгорится пламя, прокачиваются для того, чтобы со временем оттолкнуться, может быть, отодна, и направиться, устремиться в свет. Соответственно, противостояние, хаос, тёмная сторона есть у каждого человека, потому что падение и тьма – это и есть материя и конденсация. Нет плохих или хороших. Есть система и инволюции, так и эволюции. Мы находимся на переходном периоде, когда мы давно уже были должны всем человечеством планеты Земля устремиться в эволюцию, но многие пока ещё находятся на уровне развития близкому к животному. И почему под логотипом Мудро 21 появился бриллиант? Да, он появился, и над ним есть ещё такой лучик света. Об этом мы будем говорить на занятии сегодня номер 13. Итак, следующий слайд у нас. Обратите внимание, что Вселенную я уже вывожу за скобки, потому что мы – человечество 21 века, вы – молодёжь, мы сейчас разбираемся, кто мы есть. Потому что, чтобы устремиться и пойти наверх, в свет, во благо, жить по высшим аспектам бытия, по законам мироздания, нам необходимо устремиться. Матрёшечки становятся поменьше. И вот, видите, у нас есть синяя матрёшка, которая мой любимый горошек. Она пока у нас символизирует безмерность и вот эту семеричность и многогранность, когда из ядра матрёшка на матрёшке, матрёшка на матрёшке становится всё больше и больше. Дальше у нас есть цветная матрёшка в цвете наших обычных иконок, которая именно солнечная. Матрёшка тоже из большого в малое, из малое в большое, как наверху, так и внизу. И вот, смотрите, у нас здесь развитие. Справа, да, у нас есть ядро движения. Мы говорили, что есть сила отталкивания, сила притяжения. Это эволюция. Вот я это рассматриваю как знак эволюции. У нас есть ядро и есть два края. Пока они ещё светлые, они ещё жёлтые. И вот они спускаются. Это эволюция на планете Земля. Луна, наша бабушка. Что получается? Из Луны выпачковывается, да? Вот это облачно-влажная система. Видите, я здесь изобразила облако, из которого вот такие ядрышки наши многогранные тоже выпачковываются. Так, когда мы пришли на планету Земля, у нас была групповая единая душа. И было очень много маленьких, которые к ней подключались, и они нас пока нами руководили. Соответственно, в первую эпоху назовём её полярной, так? Вторая гиперборейская. Людей не было. Не было рас. Поэтому всё было едино. Поэтому я сделала вот такого человечка, снеговик, да? Который имеет различные формы, но пока это ещё не человек. Это снеговик. Далее. Будем разбирать в следующем, третьем нашем баннере, инфографике, листе. Будем разбирать. Давайте вот посмотрим. Сверху у нас находится Луна. От Луны к нам пришли цивилизация, скажем, человек, опять же, условный. Они были другие. Они были, скажем, влажные. Вот. Тенеобразные. Отпочковываются. Значит, их люди становятся ангелами. Так. А мы пока что у нас облакообразные. Уровень развития. Вот облачки и дальше снеговички. Так. Календарь Солнца, он символизирует. Я хочу уже начать с вами разговаривать образами, символами, их объяснять. Он символизирует о том, что есть цикличность. Так. Знаем мы об этом, не знаем. Называем мы какие-то числа, не называем. Мы живем в Солнечной системе. У Солнца тоже есть цикличность. И вот центром, скажем, нашей земной солнечной цивилизации, нашего цикла, вот такого человечка я сделала. Он уже с глазками, с бантиком. Он в центре. А под ним находятся вот эти многогранные звезды. Это разноцветные. Это все те различные качества, которые нам от разных планет давались. Далее у нас восьмиконечная, можно ее назвать, Вифлеемская звезда. Но я считаю, что это символ именно многогранности с одной стороны. С другой стороны четыре креста. Материя, дух. И они смещены. То есть это говорится о том, что границ нет. Но с другой стороны, число цифра восемь, это знак бесконечности. Поэтому эволюция, в моем понимании, она бесконечна. Дальше. Один из основных наших героев, который, благодаря которому, мы с вами разговариваем, мыслим, это Меркурий. И вот зеленый знак Меркурия. И вот вы видите, есть планета Земля и вот эти наши такие рыженькие человечки. Так, пойдем дальше. Дальше мы видим центральную звезду вот с этими многогранными, такой как всплеск. Всплеск чего? Что за наш цикл эволюции? Нам дали все, что нужно. И сейчас мне хочется уже говорить о нашей цивилизации, то есть пятая раса, люди, планеты Земля. То, что мы знаем, то, что мы видим. Что получается? Мы видим, что человек уже разделен на два пола, мужской и женский. И, по сути, сверху я указываю эпоху рыб, которая длилась две тысячи лет назад. И к чему мы должны были прийти? Мы должны были прийти уже к гармоничному явлению. Пусть он называется и не янь, но, по сути, это он и она. Единое целое, единое начало. Да, у нас два физических тела. Ну, как мы всегда говорили, и будем говорить о том, что мы из двух половинок, из двух совершенно разных личностей, индивидуальностей, с которыми мы, естественно, встречались в предыдущих воплощениях, наработали либо канал ненависти, либо мы там на нейтралочке, либо канат любви. Встречаются мужчина и женщина. Через все дары эволюции знают и понимают, как это стать единым началом. Но у нас этого не получилось, к сожалению, потому что, как я говорила, мы подзависли в арийской расе в овновской эпохе и подзависли в тамбурях, когда переходили из одного вагона развития нашей цивилизации в другой. Соответственно, в рыбной эпохе находится, ну, скажем, 10-11% населения планеты Земля. Это люди, которые осознанно идут путем духовного развития, ведь нам дали разум 15 миллионов лет назад. И вот справа от женщины я изображаю розу. Что такое роза? Это из бутона расцветает фиораделавита, да, цветок жизни. Это новая жизнь. Да, у нее могут быть шипы, но роза дает семена и опять же мы учимся всему природы. Это бесконечный цикл реинкарнации и красная роза это символ кровь. Кровь, да, нам дали меркурианцы, но вот эта музыка сфер, которую я изображаю, два сердечка, ноты, гармонию сфер. Это то, к чему мы должны были стремиться, познавая, что такое безусловная любовь. И, да, быть единым целым, видите, это одна нота, она звучит. Хоть и находится на одной, я сейчас не буду считать это, по-моему, ля, вам не буду зависать. Вот, мы говорили всегда о том, что монада божественная, человеческая, может быть в женском теле проявлена, может быть в мужском, потому что различные качества, различные навыки мы получаем. рядом с мужчиной, но это не только мужчина, это человек, да, женщина, это не только женщина, это человек, и видите, у неё красный круг за ней находится, это, опять же, плодородие, да, за ним жёлтый, это разум, потому что мужчина – это коды, это информация, это достигатель. И вот смотрите, из чего мы пришли? Мы пришли из материи, дальше мы будем это говорить. Я изображаю уголь. Уголь, который имеет энергию и который готов с нами делиться этой энергией, ведь раньше мы отапливали всё либо деревом, либо дровами, либо углём. Когда мы были на том этапе развития нашей эволюции цивилизации технократичности, когда мы жгли уголь. А что такое уголь? Это тела нашей второй цивилизации, в которой не было раз, потому что мы были достаточно растительные, и уголь – это наши растительные тела из второй эпохи. Но мы прекрасно знаем, что и в минеральном царстве есть более плотные тела, более стронг, и бриллиант, алмаз в природе – это самый чистый и самый твёрдый материал. Чтобы резать стекло, делаются с бриллиантовым напылением эти стеклорезы раньше делались. Сейчас у нас есть другие металлы с нанотехнологиями, мы растём. но именно я хочу вам показать это как символ, как из угля растительного можно стать алмазом и засверкать всеми гранями мироздания бриллиантом. Поэтому я уже в наше с вами общение, в наше занятие начинаю вводить именно ставить определённые цели, откуда мы пришли, кем мы стали и кем мы можем стать. Вот мы мужчины и женщины, которые многие из нас живут как белка в колесе завтрак, обед, ужин. Ещё ментал, именно ментальное вот это золотистое поле находится в материальном как заработать, но негармоничное пока развитие у многих людей, потому что духовность это не причастие к религии, это не сходить в церковь по воскресеньям, помолиться, попросить из детской позиции, из позиции жертвы, а это стать сотворцом. И почему с нами нас пытаются разрушить, вот на Западе сейчас очень ЛГПТ повестка активна, потому что когда мы он и она нерушимое целое единое начало бытия, когда женщина муза, когда женщина вдохновляет мужчину, когда женщина храняет очаг, создает прекрасную божественную атмосферу дома, заботится о своих детях, не кидает их на школу, а сама своим сердцем, любовью, добротой, вот эти бутоны свое подрастающее поколение воспитывает и созидает. Следующий слайд, он уже говорит о том, что Мудро 21 это в том числе и книга, это знание, огонь знаний, потому что у нас есть такое прекрасное течение, если в 19 веке теософское учение, нам давали знания о эк космогенесис и антропогенесис, эти слова сложно выговаривать, то есть как вселенная родилась и как родилась человеческая цивилизация, это называлась теософия, мы об этом говорили, и агни-йога, так, или живая этика, как каждый свой день проживать наилучшим образом, не уходя из материального в монастырь, но вот эту сухую губку своего духовного внутреннего мира, потому что мы с вами говорили, многие люди ассоциируют себя, я, моя дата рождения, я завтра родилась, 19 сентября 1969 года, мне завтра исполняется 55 лет, тоже классная дата, рубежная, так вот, и с именем, да, ассоциируются люди, далее, что я здесь показываю, этот же уголь, не буду повторяться, мы из угля должны стать бриллиантом, да, роза и гармония сфер, потому что в шестой великой расе, не, когда вот сейчас мы будем в третьем тысячелетии эпоха водолея, не, когда мы уже будем переходить на планету Юпитер, об этом у нас будет отдельное занятие в следующий четверг, завтра буду отмечать свой день рождения, потому что у нас как в жизни есть различные сценарии, у нас же есть закон свободы выбора и воли у человека, у единственного в солнечной иерархии, только у человека, потому что нам дали все, нам дали вот эту многогранность, и также символизм яблоня, яблоко, да, там стоит мужчина и женщина, не будем говорить Адам это или Ева, это мужчина и женщина и у женщины сердце, да, то есть через любовь, через божественную любовь мы эволюционируем, опять же календарь солнца, мы говорим, что всему свое время есть цикличность, как наверху, так и внизу, и если каждый год 21 марта начинается период один месяц овна, то в арийской эпохе раси мы задержались и многие в рыбную так и не зашли, и да, когда нам дали разум 15 миллионов лет назад, это божественная звезда, да, которая нам постоянно об этом напоминает, но также вот здесь изображены смайлики, каждый человек выбирает божественное или проходить еще с Люцифером материальность, что выбирать в каждом своем дне. Так, и давайте поговорим, наверное, уже пришло время, это о мирах эволюции на планете Земля, которая, по сути, такая же была на планете Луна, но она была с другой материи, и как мы уже видим уголь, да, у нас тоже раньше был растительный мир, он был несколько другой, мы конденсировались из облака, мы конденсировались в материю, и первый мир, который создавался на планете Земля, когда она из огня, из огни остывала, вулканическую период, тоже мы о ней говорили, будем еще говорить не раз, соответственно, минеральный мир. И есть такая прекрасная сказка, когда человеку приснился сон, что он камень, а рядом с ним росло росла ромашка, и он смотрел на нее и думал, ой, как бы мне тоже хотелось быть цветком, и следующую ночь ему снился сон, что он прекрасная поляна, и на поляне в материальном минеральном мире растут маки или розы, так, соответственно, первый этап развития это у нас минеральный мир. Он не имеет разума, но он имеет ту же структуру, минералы имеют информационное поле, они записывают, потому что сначала было слово под, и если мы сердимся, то те камни, которые мы там носим, например, на себе, они записывают эту информацию, потом они вам ее переизлучают, соответственно, их лучше чистить. Соответственно, здесь вот так изображено у нас уголь бриллиант с лучом знания, так, следующее, это я изобразила свои любимые пальмы, наверное, благодаря пальмам, так как я родилась на крайнем севере, я переехала в Лугану, в Швейцарию, потому что я увидела эти прекрасные божественные создания, и мне захотелось пожить немножко под солнцем, под пальмами. И теперь я живу в Сочи уже год, и здесь тоже пальмы, они тоже сыграли роль моего выбора. Роза с шипами, без шипов. Следующий этап развития – это растительный мир. У каждого растения, мы говорили, есть групповая душа, есть создатели, есть лаборатория, и это божественное создание, которое, да, было создано для того, чтобы человек, когда у него уже появится рот, зубы, желудок, кишечник 12 метров, задний проход, я все время говорю, который многие мужчины используют не под назначением, я имею в виду представителей ярких ЛГБТ, вот, после этого творец стал создавать космические наши строители, у каждого свой проект, у каждого поэтому есть групповой наставник, ангел, мы их так называем, да, животные, животные группа делится на две части, одна это дикая природа, дикие животные и домашние животные, естественно, дикие животные есть кровожадные, есть водные, у нас очень часто дельфины сейчас в последнее время плавают, я может быть попрошу даже Софу, я там засняла немножко видно спинки, иногда семья приплывает, а иногда прям вот перед тем как у нас будет сегодня лунное затмение в понедельник по-моему или воскресенье а в субботу в субботу воскресенье приплывала прям большая стая они охотились было видно то там спинка то здесь плавничок то здесь группа всплывала очень классно но я считаю что дельфины это цивилизация которая присматривает за нами кто-то стал ангелами кто-то стал дельфинами с луны они собирают тоже информацию от нас я с ними общаюсь разговариваю так вот вот смотрите я сделала здесь оленя с рогами вот и видите даже немножко перекликаются эти рога со смайликом демонических энергий марсианских потому что да животный тип развития эволюции у животных уже появляются инстинкты у них нет еще эмоций у них нет у них уже есть мозги потому что на них я думаю тренировались и когда говорят куриные мозги я думаю что на куриных мозгах тренировались для наших мозгов вот и я думаю что у них у всех по одному полушарью естественно и у кису моей наверное тоже поэтому как домашнее животное так как у меня британская серая киса я изобразила серую кошечку и мы часто об этом говорим чему нас учат животные домашние мы их наставники мы должны им показывать пример но когда на Атлантиде Атланты они знали все боги жили среди них многие скажем так боги опускались до того чтобы прелюбодействовать с землянами земляне опускались на то что прелюбодействовали с животными и соответственно вот шимпанзе вот это вся обезьянье хвостатое животное часть нашего мира это соответственно детище вот этого падения вот и то что Дарвин с англичанами пытается нам рассказать что мы произошли от обезьяны нет это обезьяны произошли от двоечников вот и собачки нас учат безусловной любви кошечки нас учат закону свободы выбора хочу приду хочу уйду а вот например большие кошки тигры львы это животные которые охраняли атлантов потому что раньше очень он был видимый тонкий мир вот животные его видят по сей день у людей его выключили как я говорю что миллион лет назад нам стали отключать вавилонский выход моисей и ной выход с атлантиды который ходила под воду и нам отключали разум потому что мы должны опять зайти в инволюцию и эволюционировать заново поэтому как сейчас есть бойцовые собаки так раньше кровожадные люди научили животных кровожадности по замыслу божьему этого не было и по замыслу иерархии света в проекте это не было но так как 15 миллионов лет назад нам дали разум поэтому вы видите можно было выбирать демонические природные стихийные действия а можно было выбирать божественные и вот я здесь изображаю сердце с крылышками и с таким же кругом как и у божественного смайлика и он такого же цвета как и инь-янь гармония начал женского мужского низшего высшего материального духовного вот такая у нас получилась картинка о эволюции о циклах эволюции развития миров на планете земля и вы видите что здесь человечек я изображаю третью лемурийскую расу голубообразную и вот их как раз трое но земля уже зеленая она покрыта растительностью и много воды так как атлантида ушла под воду а это было почти 50% поверхности планеты земля сегодня 71% планеты земля покрывает солевые водные структуры стихии океаны и моря на этой оптимистической ноте о красоте нашего мироздания нашей планеты земля я хочу закончить первую часть нашего занятия благодарю вас за внимание и далее начну записывать часть номер 2 как вы видите я слежу за временем оптимизирую все процессы мне тоже надо отдыхать и вам надо будет отдохнуть переварить эту информацию обдумывайте ее когда едите за рулем когда ложитесь спать спрашивайте у своего высшего я у своей души которая живет здесь в солнечном сплетении и является проводником открывайте канал свой с божественным с мирозданием потому что ты человек и есть венец мироздания ты самое прекрасное что существует в солнечной системе потому что у солнца есть энергия жизни у луны есть плодородие и сегодня матушка наша бабушка наша луна иссохлась да но мы будем на следующем занятии на 14 говорить варианты развития событий земли луны юпитера нашей человеческой земной цивилизации у марса есть динамическая энергия и они очень активно с нами ею делятся и мы очень активно ее материальную огненную выбираем к юпитеру мы будем только стремиться но они нам уже дают и идеализм и устремление венера это наши самые долгие наставники которые больше всех трудились над нами так как марс с люцифером не оправдали доверия они создавали наши тела органы давали нам энергию любовь объединение и они продолжают бороться с нами трудиться во благо чтобы мы стали единым началом инь и янь чтобы божественная пара создавала божественных детей и чтобы те великие души которые ждут для себя высоковибрационных родителей высоковибрационные тела чтобы они могли приходить к вам сатурн это наш прапрадедушка да это та планета которая создавала нам материю изначально и сейчас продолжает нас тестировать быть нашим кондуктором контролером проверять у нашей билетики кто насколько натрудился в 29 лет он приходит первый раз далее он вот придет ко мне в 57 58 я очень стараюсь как вы видите уран это альтруизм и воображение это высший аспект высшая октава Венеры это планеты которые далеко отходят находятся от солнца взаимодействуют с внешним миром у них такие долгие круги возвращения в тот или иной знак то же самое Нептун это воля то что вот в предыдущей картинки было голубой такой стержень это воля и Плутон преобразование в духе вот этот наш многогранный дух потому что мы это семь тел у нас но мы белая раса мы не семеричны у нас 16 каналов общения с мирозданием есть другие расы у которых их меньше чем темнее чем ближе к животному миру коричневые красные желтые серые тем меньше каналов они активизировали нет такого что кто-то круче кто-то нет просто есть пионеры отличники а есть двоечники есть те кто остались на второй год есть те кто сатурн выгоняет из школы из нашей академии вселенской на планете земля и выгоняют и их монады становятся бездушной без индивидуальности и они ждут потом свои триллионы лет чтобы зайти в новый цикл возрождения вселенной и как Люцифер был отправлен за пределы солнечной системы есть разная информация кто-то говорит что 17 октября 1949 года кто-то говорит что уже в нашем 21 веке я согласна у меня отзывается то что его на планете земля более нет остались только его прихвостни вот и остались еще те люди которые выбирают только материальный мир да всякие блэк-роки их яркие представители глубинные государства надгосударственные структуры но как вы видите они занимаются саморазрушением и скоро уйдут с нашего плана полностью чем больше людей будут выбирать водолейские божественной энергии разум высший разум а не ум мозги с двумя полушариями в два раза больше чем у курочки с петушком вот поэтому я благодарю вас за внимание вот сейчас хочу прям ровно в 45 минут закончить наше занятие еще раз благодарю до новых встреч в эфире у не ни с ни 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 Продолжение следует...